День независимости Дети получают дополнительный день отдыха, а в школу идут лишь второго В Японии дети идут в школу в апреле, а в Италии гораздо позже, в начале октября У греческих детей учебный год начинается в августе А вот во Франции, кажется, каникул больше, чем учебных дней Более того, единого для всей страны дня знаний нет В некоторых городах начало учебного года приходится на 1 сентября, в других может начинаться и 15 В Австралии учиться начинают в конце января или начале февраля Почему? Потому что у них все наоборот Если у нас в это время приближается к концу зима, то у них лето Но эти школы отличаются от наших не только тем, что учеба у них начинается в другое время У разных школ мира есть свои особенности, которые могут показаться нам очень необычными Например, в школах Франции обучение длится 11-12 лет И в этом для нас нет ничего необычного Удивляет то, что отчет классов у них ведется от большего к меньшему После 5 лет начальной школы юные французы попадают в коллежи, где учатся с 6 по 3 класс А в конце 3 класса они идут учиться в лицее Есть и некоторые бытовые различия Например, гардероба в французской школе нет Дети приходят в класс прямо в верхней одежде и бессменной обуви Зато при входе есть локеры, то есть шкафчики, в которых можно хранить учебники, чтобы не носить их из дома Такие мы часто видим в фильмах об американских школьниках Перемен практически нет, кроме двухчасового перерыва Между уроками есть лишь пара минут, чтобы перейти из класса в класс Из внеклассных мероприятий бывают походы в театр, музеи, поездки за город Бывают и более длительные путешествия по Европе В Испанию, Германию, Англию Мы уже говорили о том, что в Японии учебный год начинается в апреле И это связано с тем, что в апреле в Японии начинает свести сакура Существует движение за перенос начала учебного года на 1 сентября Но оно не пользуется большой популярностью Трудолюбие и старание японцы прививают еще в школах Помимо того, что за успеваемость учеников следят очень тщательно Им еще и дают домашние задания на каникулы А если ребята учились недостаточно хорошо То на каникулах они будут вдобавок еще и посещать специальные курсы Ко всему прочему, обучение в Японии шестидневное Зато каждая вторая суббота считается выходным днем Школы в Китае особенны тем, что в каждом классе там учатся по 30-40 человек Это, конечно, довольно много Учебный год у них поделен на 2 семестра А знания учеников оцениваются по стубальной шкале А еще стоит сказать, что школы в Китае отличаются от наших учебных заведений Большим уровнем нагрузки Это связано с тем, что учащиеся должны выучить более чем несколько тысяч иероглифов Которые надо не только правильно писать, но и правильно произносить Если в наших школах ученики начальных классов учатся максимум до часа дня То их китайские коллеги находятся в учебном заведении до 4 Из-за большой нагрузки учебный день разделен на две части С 8 утра и до половины 12 дети изучают основные предметы Китайские и иностранные языки, математику Они есть в расписании каждый день До 2 часов дня ребята могут отдохнуть и пообедать, а затем продолжить учебу Во второй половине дня они занимаются второстепенными предметами Пением, трудом, физкультурой и рисованием Многие знают Канаду как страну с высоким уровнем качества жизни И это касается также системы образования в Канаде Канадское образование это сочетание высочайшего качества и доступности Традиционных методик и современного оборудования А также благоприятные условия проживания и обучения Поэтому многие учащиеся, желающие получить школьное образование за границей Выбирают именно Канаду Кроме серьезной научной подготовки Канадские школы традиционно уделяют большое внимание спорту И также творческим занятиям Спортивное оснащение соответствует высочайшим стандартам В школах есть бассейны, теннисные корты, поля для баскетбола, футбола И конечно же стадионы с искусственным льдом для занятий хоккеем Проявить себя не только атлетически, но и творчески Можно на внеклассных занятиях по искусству Рисунку, живописи, скульптуре, керамики, фотографии, музыке, танце, а также театре Непривычным для российских школьников может оказаться необходимый момент Обучение в старшей школе Канады – волонтерство Каждый ученик должен иметь 40 официально подтвержденных часов в качестве работника на добровольных началах Найти волонтерские организации можно на специальных сайтах или пройти такую практику в самой школе Так школы развивают положительные качества учеников, а заодно заботятся о международных студентах Для них это дополнительная возможность получить первый опыт работы, завести полезное знакомство и определиться с будущей профессией Но все это – факты системы образования разных стран Общие слова об их школах А что если мы поговорим о по-настоящему необычных школах? О тех, которые необычны даже для тех стран, в которых они находятся Например, о школе Виктора Риттберга, которая находится в Стокгольме В обычных школах видеоигры не приветствуются, а игровые девайсы могут даже конфисковать Даже несмотря на то, что существуют образовательные видеоигры Зачастую они гораздо скучнее обычных Зачем школьникам играть в образовательные игры, если можно поиграть в увлекательную игру Майнкрафт? Хотя и родители, и учителя учебников упорно отговаривают их проводить время за видеоиграми, они часто проигрывают эту битву Однако в Стокгольмской школе Виктора Риттберга школьникам разрешают играть в Майнкрафт И это даже приветствуется В расписании этой школы есть специальные уроки, на которых ученики играют в Майнкрафт Руководство этой школы включает его в школьные часы, потому что эта игра учит планированию городов и показывает, как нужно добиваться целей Учит тому, как устроена, например, система водоснабжения, линия электропередач Ученики этой школы даже принимают участие в ежегодном соревновании «Город будущего», в котором они должны предложить способы улучшения нашего будущего Но самое главное, благодаря этой игре школьники становятся более вовлеченными в учебный процесс Следующая необычная школа – это плавающая школа Макока И она действительно могла передвигаться по воде В нигерийском городе Лагос находится община Макока, часть которой построена на сваях вдоль лагона Фактически, Макока – это трущобы, поэтому даже у детей школьного возраста возникают проблемы с получением образования В связи с этим был создан проект «Плавающая школа» – эффективный и экологичный У этой трехэтажной школы с треугольной крышей была даже игровая площадка При этом строение создавалось таким образом, чтобы оно могло поглощать дождевую воду и солнечную энергию для последующей переработки Поэтому школа самодостаточна Ее дизайн впоследствии был использован в разработке школ и других общин К сожалению, состояние здания стало резко ухудшаться из-за ежегодных штормов А в июне 2016 года плавающая школа полностью разрушилась Судя по всему, необходимо было более качественно планировать создание конструкции Школа Стива Джобса, которая расположена в Амстердаме, идет много со временем Главная идея этой школы заключается в том, чтобы ученики успешно адаптировались к современным технологиям В этой школе учебники и бумажные книги заменены на iPad, личные для каждого ученика Учителя позволяют ребятам с 4 по 12 класс объединяться в группы и работать вместе Еще приятнее учиться в такой школе потому, что ученики могут работать в собственном ритме Так как для каждого из них разрабатывается идеальный план обучения Такие школы также есть и в других голландских городах Ожидается, что в будущем они будут открываться по всему миру На острове Бали располагается удивительная школа, которая может спасти мир Эта школа построена из бамбука и находится в диких джунглях Бали Она вполне самодостаточна, поскольку в ней используется солнечная батарея для получения энергии Вместо школьного звонка здесь используется гонг, в этом есть что-то экзотичное В самом здании нет ни окон, ни стен, но есть красивые просторные классы и комнаты, которые находятся на свежем воздухе В дождливую погоду уроки иногда отменяют, потому что ученикам просто не слышно, что говорит учитель Во время обеденного перерыва ученики и учителя едят из соломенных корзинок А в школу учеников возят на биоавтобусе с экологическим топливом Вот такие необычные школы и школьные порядки есть в разных странах мира А какие из них удивили вас больше всего? А может быть вы сами учились в какой-то необычной школе? Делитесь своими мнениями в комментариях Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!